Если не можешь найти крайнего, то почему бы не свалить все на интернет? Как это сделало в свое время руководство Китайской Федерации волейбола? После провального выступления женской сборной в финале Гран-при, вице-президент Федерации заявил, что волейболистки слишком много времени проводят за компьютерами. Интернет им мешает сконцентрироваться, нарушает режим и делает их слишком эгоцентричными. Это точнее РУ. Добро пожаловать на наш телесайт. Удивительное дело. Оказывается, появление планшетных компьютеров было предсказано еще в конце 80-х. И подтверждение тому можно найти, где бы вы думали. Правильно, в советской газете. То, чему так восторженно удивляется прогрессивное человечество в конце нулевых, уже было предсказано в 80-х годах прошлого века. Речь идет о планшетных компьютерах iPad. Подтверждение тому, и это не менее удивительный факт, можно найти в советском журнале «Наука и жизнь» за декабрь 88-го года. В одной из заметок было написано, что американская компания Apple устроила конкурс идей и предложила представить, каким будет компьютер 2000-го года. И победила в этом конкурсе группа студентов Иллинойского университета, которая с мельчайшей точностью описала планшетный компьютер. Впрочем, судите сами. Победители представляют себе компьютер близкого будущего, как коробку размером с толстую общую тетрадь. На одной стороне коробки цветной экран на жидких кристаллах. Нет никаких клавиш или кнопок, кроме кнопки включения. Изображение клавиш с обычным набором цифр, дуб, знаков появляется на экране при включении ЭВМ. Чтобы вводить в машину текст или цифры, надо прикасаться к изображениям этих клавиш на экране. Другой способ – писать прямо на экране любым заостренным предметом. Если сейчас персональные компьютеры подключаются к банкам данных и другим таким же машинам через телефонную сеть, то в 2000 году они будут связываться с внешним миром по радио. Кроме того, на экран можно будет вызвать любую телепрограмму. Впечатляющие попадания. Правда, широкое распространение планшеты получили в конце, а не в начале нулевых. Но этот факт не умаляет прозорливости американских студентов. Что касается самого номера журнала, фотографию страницы с заметкой можно найти у блогера. Вадим Беллай в журнал точка ком. Интересно, не будь этого конкурса, стала бы компания Apple безусловным лидером на рынке интернет-планшетов? Обидно, когда иностранцы подшучивают. Мол, у них там в России медведи по улицам гуляют. Нет, господа иностранцы, не гуляют. А вот на автомобильной трассе их можно встретить. Судя по тому, как во Вконтакте появляются видеозаписи с гуляющими рядом с трассой Тюмень-Хантамансийск-Медведями, этот участок дороги находится под бдительным присмотром. Да и сами проезжие не только охотно останавливаются, но и подкармливают лесных обитателей. Встреча двух семей, одна из которых сидит запершись в машине и снимает на камеру другую. Стоит прислушаться и сразу становится ясно, в ком из говорящих преобладает любопытство, а в ком чувство безопасности. Видимо, лесные хозяева уже привыкли к проезжающим автомобилям. К тому же, это не единственное видео, где в одном заголовке упоминается трасса Тюмень-Хантамансийск-Медведи. Иногда зоопарк у дороги собирает несколько машин со зрителями. Не волнуйтесь, с вашими телевизорами все в порядке. То, что вы сейчас видите на экране, не что иное, как первая в мире компьютерная игра под названием «Космическая война». И на весь космос оказалось всего лишь два корабля. Игра создана почти полвека назад, в 1962 году, программистами из Массачусетского технологического института. Два противника с помощью клавиатуры или джойстика могли перемещать свои шаттлы и при этом стрелять. Своим создателям игра не принесла никакого дохода, кроме славы в узких программистских кругах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok